Всем добрый вечер! Решил записать еще полезное видео для тех, кто выбирает частный дом. Есть очень много нюансов, на которые вы должны обратить внимание. Первое. Многие думают, что дом должен быть около моря, пешей доступности, инфраструктура, садик, школа, чтобы это была равнина, чтобы вокруг одни такие же красивые, модные были дома. И чаще всего это будет для вас слишком дорого. Бывают такие и коттеджные поселки. И вот мы сейчас с вами проезжаем район Голубые Дали. Там есть изумрудный город, например, Таунхаус. Но там Таунхаусы от 130 квадратных метров уже стоят под 20 миллионов рублей. Но зато городская черта. Есть городская черта с общей концепцией дома, которые сейчас на этапе строительства строятся. Конкоронели, да? То есть Коронелл Виллэдж, правильно, да? Уже построен Конкоронель. На Петрозаводской, в общей. Сейчас очень много начали строить и даже в селах. С одной и той же концепцией, то есть в виде одинаковых домов. Но опять же это 3 сотки земли. Я вам сразу скажу, если у вас будет дом порядка 100 метров вам мало, к примеру, вы хотите 120, 130 и то и 140, застройщики строят где-то порядка на трех сотках. Чем меньше земли, тем им выгоднее. Самое дорогое это здесь земля. Поэтому застройщики строят на трех сотках земли, где у вас с отступами по 3 метра от границы соседей, будет фактически только парковка, в лучшем случае зона барбекю. Все. То есть если вы рассчитываете на трех сотках еще и впихать в какой-нибудь бассейн, то это будет просто детский какой-нибудь бассейник. Надувной, я не знаю. Который будет там 3 на 3. Поэтому если вы ищете дом побольше, вы должны понимать, что, естественно, чем больше земля, тем оно дороже. Практически во всех, наверное, коттеджных поселках, кроме тех, которых я сейчас перечислил, нет центральной канализации. Кого-то это может смущать, но я вам скажу, что зато это будет для вас дешевле. Многие ведь хотят дом в городской черте, но при этом забывают, что могут стоять какие-нибудь высотки. То есть вот рядом с ЖК Адлер, я показывал вам на этапе сейчас строительства, еще есть предложение, по 17 миллионов, там 17, 16, 17 миллионов. Домики по 120 квадратов, всего на двух, там, с половиной сот. То есть там просто машину поставить и все, и пару деревьев посадить. Больше даже зоны барбекю, не знаю, ну там как с террасы, можно так сказать, фактически. На канале у меня есть такой обзор. Так вот, это городская черта, но при этом стоят высотки, стоят многоквартирные такие вот эти жпшки, да, и вы будете ощущать себя уже далеко не с природой. Потому что, я не знаю, может быть в ваших регионах там принято дома строить, там где поля, там какие-нибудь леса, да, там тишина. А здесь земля, чем ближе к инфраструктуре, тем она дороже. Тем более вот если какие-нибудь видовые участки, в том числе как вот на Ворошиловградской, где строят сейчас вот этот вот бизнес-класс, Амеретинские высоты, там стоимость земли, видовых участков в пределах около двух с половиной, а то и три миллиона, если он уже подготовленный. Опять же, нужно при выборе земельных участков, где будете дом строить, учитывать рельеф. То есть, если вы по объявлениям смотрите, к примеру, что, ага, вот там шесть соток там продается, о, шесть соток мне как раз хватит, то надо еще смотреть, что это за земля. То есть, может быть длинная, где вы поставите дом, к примеру, не тех размеров, которых вас он устроит, ну, например, допустим, там 5 на 10, вот 50 квадратов по полу вы сможете построить на первом этаже, и 50 еще на втором. Вот. Нюансов много. Если вы там привыкли у себя дома строить на ленточном фундаменте, то здесь надо забуриваться в аргелит. И аргелит, допустим, может находиться даже глубже 10 метров. А что такое глубже 10 метров? Это очень дорогое удовольствие. То есть, на фундамент может и у вас, на подпорные стены, уйти там пару миллионов рублей. Вот. В то время, когда есть сейчас предложение, там, уже с землей, с облагороженной, все с подключенными коммуникациями, там, от каких-то там 10-12 миллионов, да, то есть, ниже уже нету. Раньше были предложения, если вы помните, можете посмотреть у меня, и там 8 миллионов, 9 до 10 были миллионов, там, шикарные дома. А сейчас земля подорожала. И подорожала она с момента, вот, как мы покупали даже землю в Молдовке, к примеру, как я покупал дом в Лазурной долине, земля фактически в два раза подорожала. В два раза, да. Вот мне тоже кто-то говорил, там, неправильно инвестировал, там, надо было сразу строить. Ну, ребят, ну, зато земля дорожает с момента покупки, да, и даже если по чайной ложке мы строим, там, этот дом, он только будет дорожать. Это такая копилочка. Еще хочу заметить, что когда вы рассматриваете дома, фактически все застройщики не подключают газ. Это не потому, что его невозможно подсоединить. Это потому, что, первое, многие дома продаются без документов, ну, как, не оформлен дом. То есть, есть разрешение на строительство, есть построенный дом с нормальными, там, отступами и так далее, и он регистрируется сразу на вас. То есть, чтобы не платить налоги. А если он еще не зарегистрирован, то техусловия на подключение газа, к сожалению, ему не дадут. То есть, дом должен быть оформлен. Отсюда и дома зачастую, как вы видите, попадаются без подключенного газа. В некоторых домах устанавливают вместо, допустим, подключения центральной канализации лос. Его бояться не надо, это нормально. Главное, конечно, чтобы лос соответствовал водопотреблению на семью. То есть, определенные есть такие характеристики. Надо, прежде чем покупать дом с лосом, уточнить, что поставлено. То есть, посмотреть, может быть, техническую документацию. Это, в принципе, несложно. Я думаю, что каждый застройщик вам ее покажет. Опять же, если дом подключен, допустим, вернее, если он статусное назначение земли у него СНТ, проверьте, проверьте, проверьте подключение электроэнергии, потому что оно может быть 5 киловатт, а на земле КЖС подключает 15 киловатт. Понимаете? То есть, если будете отапливать электричеством, это дороговато. Поэтому я вам советую все-таки рассматривать дома, где хотя бы есть возможность подключения газа. Если такой нету, вот как в липниках владелец дома, просто взял и поставил газгольдер. Газгольдер стоит 300 тысяч, если дешевле, смотря какого объема бочка, и тоже можно протапливать, это будет дешевле в любом случае, чем будете топить электричеством. В общем, нюансов много, вплоть до всяких инфраструктуры, пробок и так далее, каких-то возможных затоплений. Ситуации разные. Пишите, звоните, я вам везде всегда готов дать актуальную информацию. Вот, ну и напишите, может быть, свои вопросы, на них с удовольствием отвечу. Ну, мы как раз вот приехали, вот, пока мы ехали от клиентов, завтра поедем еще дома смотреть. Решил дополнить, так сказать, одно из видео, которое касается именно покупки частных домов. Всем хорошего настроения, пока! Субтитры сделал DimaTorzok